на библейский портал x get поступил вопрос как научиться прощать не только на словах но и всем сердцем во-первых надо это захотеть то есть человек который не хочет прощать он никогда не только на словах но и тем более в сердце никогда не простит почему надо захотеть потому что это прямая божия заповедь евангельской прощайте и прощены будете и читая молитва очень наш мы произносим тоже слова оставим нам господи долги наши как и мы оставляем всякому должнику нашим то есть христианин это человек который ревнует исполнять божие заповеди они не обсуждаются они исполняются много говорим много все это растолком разъясняем но вообще-то надо жить то может быть поменьше говорить побольше делать вот у нас сейчас такая вера стала одних разговоров разговариваем проповедуем говорим 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 а кто будет делать но когда мы будем делать мне вот вопрос для всех для нашей аудитории давайте начинать делать и между прочим есть заповеди в писании их конечно не так много но эти западе об обладают необыкновенной силой скажем есть одна заповедь которая исполнив который человек может войти в царство небесное вот например западе прощение господь так и сказал прощайте причины будете или не осуждайте и не будете осуждены вот если бы мы научились по-настоящему прощать все остальное нам бы можно было даже не делать такой вопрос вопрос а вопрос а почему же мне прощаем здесь нужно разбираться вопрос был задан как прощать не на словах а как прощать в сердце и в евангелии от мантфея есть известная притча на злом взаимодавцы которая содержание я думаю всем хорошо известно два должника одного прощает господь прощенный должник не прощает раба сажает в темницу и притча оканчивается таким итоговым обращением господь говорит так и отец мой небесный поступит с вами если каждый из вас от сердца не простит брату своему согрешений его то есть смотрите христос призывает призывает точнее повелевает это запад такая утвердительная повелительная призывает прощать от сердца вопрос как сердце наше обучается прощение очень плохо действительно мы внешне можем это делать внешне можем это делать но от внешнего до внутреннего еще очень большой путь что остается тогда нам вообще ничего не 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 предпринимать нужно разобраться смотрите любая заповедь имеет два как бы уровня исполнения человеческое старание и божественное благословение так скажем ну например представим себе вот ситуацию с обидчиком есть примеры когда человек делает над собой большое усилие идет на примирение человека молится какие-то дает ему какие-нибудь там подарки подарит знаки внимания то есть усилием идет к примирению до усилием хочет помириться а бывают ситуации когда мы обижены кем-то и вот в какой-то момент мы может быть помолились господу там причастились и вдруг приходит внутренне какое-то такое облегчение такая тишина и мы понимаем что перед нами же не враг который нас очень сильно может быть объедела а мы понимаем что ради христа ради христа мы его простили знать как у пастернака есть такой такой стихотворение уме прощать когда душа обижена а сердце будто чаша горьких слез и кажется что доброта вся выжжена ты вспомни как прощал людей христос вот и вспомни как как христос прощал что он людям простил как он вел себя уже на кресте когда я страдания были неимоверные молился за распинатели до молился за своих врагов которые его на крест возвели и вот вторая как бы стадия это состояние такой божественной помощи человеку повторю что любая заповедь она вот именно из этих двух частей состоит так вот чтобы научиться прощать от сердца мы должны в наше сердце впустить благодать божию и только она может сердце поменять действительно вот но не может человек из сердца знаете как вот рукой туда залезть и это вот не прощение оттуда выковырить не может значит он делает внешнее что может ну как я вот говорил там пытается там не осуждать обидчика какие-то знаки примирения за него молиться пишет ему там эсэмэски добрый да но все равно чувствуешь сердце не прощается значит надо не останавливаться может быть хорошо в этом случае прийти на исповедь и просто покаяться господи вот не могу да виноват человек против меня да мне плохо сделал ну например ушел муж от жены гад гадкий поступок плохо поступил жена не виновата верность хранила любила готовила стирала все детей рожал взял ушел подлец ну вот и что надо делать не прощает сердце значит пойти к священнику и сказать да плохо муж поступил но ведь по евангелию надо прощать ведь господь говорит что нужно молиться даже за своих врагов он же мне все таки не враг это отец моих детей но предал меня а я хочу простить это очень сильный поступок да и сложная сложное решение но если ты придешь и придешь и покаешься в чем в непрощение что сердце него не отпускает эту обиду сердце зло помнит сердце хочет правды человеческой чтобы его гром поразил а ты так не делаешь ты идешь и каешься перед не перед священником перед богом господи вот ты ведь сказал в писании что надо простить не прощенный грех стена перед тобой и царством небесным не пустит он тебя туда в рай не пустит поэтому вот какой ответ как сердцу простить простить открыв двери для благодати божьей в сердце вот использовать то что церковь нам предлагает и молитву предлагает и таинство и священное писание и прекрасные примеры из литературы святоотеческой очень много примеров таких трогательных что даже вот если сейчас начнешь рассказывать можно до ночи это про 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 эти примеры прощения рассказывать но один кратко приведу медсестра приезжала делать уколы человеку который подписал приказ о расстреле ее мужа вот была такая история она знала что вот этот вот больной старик он отправил в лагерь а потом на расстрел мужа она ездила уколы делал как вот вот не вмещает до ум такой 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 великодушие велика вели преподобная мученица елизавета федоровна который там собирала останки своего мужа которого взорвал взорвал террорист да пошла специально что просить о том что при понесла евангелие в тюрьму просила опиамилование много вот таких вот примеров которые но должны нас как-то подвинуть у нас же не такой масштаб часто где там кто-то слово какое-то сказал недоброе на работе там с кем-то что-то не поделили да и уже у людей горе как бы вы вы выше крыши ну но что это такое за христианство так что давайте дорогие братья и сестры будем найти активно исполнять божие заповеди активно не просто читать евангелие мы должны эти заповеди должны в нас войти и не должна зажечь зажечь потому что очень грустно видеть христиан которые только читают писание но никакого исполнения не 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 совершают в жизни и вот заповедь о прощении повторю это одна из ним из немногих из немногих исполнив только лишь одну эту заповедь может человек достичь царство божие не сказано что постись и наследующий царство божие или молись и войдешь жизнь вечно не сказано а про прощение сказано про прощение сказано так что вот об этом давайте помог подумаем помолимся и начнем учиться прощать внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а Продолжение следует...